Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Досточтимый Отец-Наместник, дорогие отцы, братья, братья и сестры, я всех вас сердечно поздравляю с сегодняшним праздничным днём и, конечно, с 25-летием бытия Сретенской обители, которое за эти годы стало реальным духовным центром для москвичей. И для того, чтобы убедиться в том, что это так, достаточно прийти в этот храм не только в праздник, как сегодня, но и в воскресные дни и обнаружить большое количество людей разного возраста, людей разного социального положения, которые наполняют этот храм и которые черпают духовные силы в этой обители. Монашеская жизнь в центре мегаполиса связана с очень большими трудностями. Монах от слова «монос» — одинокий. Монашество предполагает уединение, уход от жизни. И одновременно монашество предполагает большую работу человека над своей собственной внутренней жизнью. И всё это совершить в условиях большого города, когда монаха ничего практически не отделяет от окружающей городской среды, очень непросто. Но одновременно с этими трудностями, которые сопровождают жизнь монахов в центре большого города, существует, я верю, и особая милость Божия над теми монашествующими, которые, несмотря на эти внешние непростые условия, достойно совершают своё монашеское поприще, которые сами работают над собой, над своим духовным внутренним миром, которые через чтение священного писания, святоотеческой литературы, через опыт других, может быть, более опытных духовных людей стараются разделить свои знания и свой внутренний духовный опыт с теми, кто приходит в обители. Сретенская обитель действительно играет очень большую духовную роль в жизни современной Москвы. И знаю, что становление этой обители не было простым. Надо было решать множество вопросов и проблем и справляться с огромным количеством трудностей, которые стояли на пути становления обители. Ещё будучи митрополитом Смоленским и Калининградским и председателем отдела внешнецерковных связей, я имел возможность достаточно продолжительного проживания в городе Москве, потому что практически всю неделю работал в Москве и только субботу и воскресенье посвящал своей епархии. И поэтому, конечно, был знаком со всем тем, что происходило на этом святом месте, над тем, какими трудами возрождалась обитель. И хотел бы сегодня, в день 25-летия, выразить сердечную благодарность преосвященному Тихону, митрополиту Псковскому и Порховскому, который был действительно инициатором возрождения этой обители. Мы знаем, с какими трудностями столкнулся владыка Тихон и те, кто был вместе с ним с самых первых дней, с самых первых часов пребывания на этом месте. И нужно было быть действительно человеком убежденным в правоте своего дела, человеком глубоко преданным послушанию монашескому, чтобы, несмотря на многие-многие трудности, возродить эту обитель. И поэтому, конечно, сегодня я не могу не сказать эти слова в адрес преосвященного Тихона, еще раз сердечно поблагодарить его за возрождение этой обители, за строительство сего святого храма, за организацию монашеской жизни, за создание хора прекрасного и за многое другое, что было сделано. Глубоко убежден в том, что, несмотря на специфику монашеского бытия в центре крупного города, сия обитель как в прошлом, так и сегодня и в будущем будет нести свое служение людям, которые очень нуждаются в духовной поддержке. Вот мы празднуем праздник Сретения Господня. Сретение – это встреча. И знаем, о какой встрече идет речь. Господа и Спасителя, младенца принесли в Иерусалимский храм, и там с ним встретились Симеон, праведный Симеон, Анна Пророчица. Встретились, конечно, и другие люди. И поскольку об этой встрече было сказано в Святом Евангелии, говорится в Святом Евангелии, то, несомненно, та встреча имела очень большое значение для того, чтобы многие-многие уверовали во Христа. Вот так и в нашей жизни встречи – это очень важные события. они могут привести нас в соприкосновение с добром и со злом. Они могут открыть для нас новые горизонты жизни, а могут разрушить то, что мы имели. Встреча – это всегда вызов и некая опасность. С одной стороны, и с другой стороны, новые возможности, новые перспективы. И как важно, чтобы те встречи, которые у каждого из нас происходят в жизни, и последствия которых бывают очень существенными, чтобы эти встречи никогда не уводили нас с правильного пути, с пути, который ведет к Богу. Чтобы встречи не были искушением, а открывали новые возможности и давали силы к достойному прохождению жизненному пути. И то, о чем я говорю сейчас, касается и мирских людей, и духовенства, и, конечно, монашествующих братьев. К вам ведь тоже сюда приходят люди. Разные люди. Одни чистосердечно просят благословения, молитв, исповедуют свои грехи, а кто-то приходит с мыслью искусить, соблазнить монашествующих, внести в душу смуту. Вот дай Бог, чтобы все эти плохие встречи, опасные для духовной жизни, никак не мешали вашей монашеской жизни и вашему духовному возрастанию. И дай Бог, чтобы через эти встречи Господь помогал другим обретать веру. А для этого нужно самим иметь крепкую веру, стараться жить в соответствии с этой верой, приносить Господу чистосердечное покаяние тогда, когда в нашей жизни происходит нечто, что не соответствует воле Божией. И от всего сердца желаю братья обители, отцу-наместнику и, конечно, множеству паломников, которые посещают это святое место, здесь обретать встречу с Господом, чувствовать Его присутствие, обогащаться благодатью, исходящей от святых тайн, от икон, от благословения, которые вы здесь получаете, для того, чтобы, покидая обитель, иметь новые силы к продолжению жизненного пути, ведущему к Богу и к спасению. Пусть Господь поможет всем, кто трудится в этой обители и посещает ее, поможет сохранять крепкую веру и надежду на спасение. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok